Всем доброе утро, девочки мои! 6 часов утра. На улице такая благодать, хоть и облачно, но тихо-тихо. Ветра нету. 21 градус. Там где-то петух укорекает. В общем, облачно. Сегодня, может быть, будет дождик, а может быть и нет. Ну, классно. Главное, что свежий воздух. Это хорошо. А я с утра пью кофе и потихоньку просыпаюсь. Девочки, у меня с утра уже тут уборка, готовка. Перчики сварила фаршированные. Это которые я тогда начиняла и в морозилку ложила. Они уже у меня сварились. Помните, я вам говорила про вот это пятно, которое осталось от акварельных красок. Несколько вариантов мне посоветовали. Один самый простой я сейчас попробую. Это перекись водорода и сода. Так, ну, значит, сказали, тереть нельзя. Просто перекись водорода налить и содой посыпать. Я думаю, лучше в обратном порядке это делать, чтобы перекись у нас не улилась куда-то далеко на пол. Так, вот так вот мы чуть-чуть ее побрызгаем. И минут 20 надо подержать, но не тереть. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет через 20 минут. Так, все. Ничего не пенится вроде бы. Ну, подержим 20 минут, посмотрим дальше. Пока там будет вот это дело там настаиваться, я успею позавтракать. Решила сегодня гречку с молоком. Что-то мне захотелось, давно не ела. Гречка есть вареная. Молочко я открыла. и вот покушаю сейчас. Такой завтрак у меня. Так, ну что, девочки, 20 минут прошло. Удалим мы вот это вот сейчас все. Я не терла ничего. Но пятно, я вижу, осталось на месте. Не помогло мне это средство, девочки. Надо будет пробовать еще что-то. Так, следующий вариант это мицеллярная вода. Кто-то написал мицеллярной водой. Попробуйте. Ну, попробуем. Давайте мицеллярной водой. Так, потереть чуть-чуть мицеллярной водой. Так, ну пока я не вижу результата. Ну, сейчас подожду еще, может быть, минуточку. Мицеллярная не помогает. Я еще нашла спирт асепталин. Асепталин. Я как-то брала антисептик, делаю. У меня еще спирта этого осталось. Попробуем спиртом. Кто-то сказал спиртовые салфетки, но у меня салфеток спиртовых нет. А вот спирт есть. Ну, тру спиртом. Не, что-то все на месте. Я не вижу. Чтобы что-то удалялось. Видите, желтое пятно. Оно на месте. Девочки, ну уже не знаю, чем пробовать. Пятно не удаляется. Вот взяла ваниш жидкий вот этот гелеобразный. Налила чуть-чуть вот этот ваниш здесь. Так, сейчас я так вот попробую тряпочкой. Ну, подержу ваниш. Авось отбелит. Уже не знаю, что тут идет. Может быть, даже испорчу клеенку кусочек. Ну, не знаю. Девочки, ваниш тоже не помог. В общем, нашла еще я вот такой вот универсальный жидкий спрей пятновыводителя от Фаберлик. Попробую им попшикать. Ну, если не поможет, я тогда уже не знаю, что. Все, вот так и побрызгала. Пусть постоит. Так, девочки, помимо спрея пятновыводителя, я еще сюда насыпала вот этот пятновыводитель сверху. Ну, и подержала уже минут 15. Кстати, уже прошло. Ну, что-то, мне кажется, ничего там не отбелилось. Нет, пятно на месте. Кстати, если кто не в курсе, это пятно акварельной краски оставили. Настя рисовала в альбоме. Потом она перевернула рисунок, который еще не высох. И отпечатался. Я сразу не заметила. Ну, если бы сразу вытерла, может быть, ничего не было. Так, ну, я перепробовала все. Все. Единственное, что еще... Все, что вы мне писали в комментариях, я все перепробовала. Вот зубная паста. У меня Санс-1 только такая. Другой нету. Намажем еще зубной пастой. Поддержим еще немножко зубную пасту. Ну и все. Больше у меня никаких вариантов нет. Если сейчас это не поможет, значит, так пятной останется. Если еще какие-то варианты есть, пишите, будем пробовать. Так, ну, подержала я минут пять. Я думаю, больше не нужно держать. Сейчас чуть-чуть потру. Какая же въедливая-то акварельная краска. Я не могу. Что ж такое-то? Ничем не хочет удаляться. Уже вариантов кучу перепробовала. Без вариантов, как говорится. Еще один вариант. Я тут вот решила попробовать. Жидкость для снятия лака. Ну, без ацетона здесь написано. Но все равно лак снимает. Может быть, краску эту удалит. Не, похоже, тоже никак не удаляется. Не, все на месте. Ну, короче, оставлю эту затею, девочки. До лучших времен. Может быть, и так пятно и останется. А то уже бедное, я смотрю, покрытие, наверное, тут еще испортится еще от этих всех. Ну, будет пятно. Но оно хоть не сильно видно, но имейте в виду, акварельные краски вот такие вот пятна оставляют. Пришла я девочке в пятерочку. Ой, как хорошо, что здесь так тихо. Смотрите, арбузы. Вообще 16,99. Совсем дешевые. Но я их беру на доставку. Че надрываться. Они тут такие большие. А там привезут. Но они хорошие, хрустящие, сладенькие. В общем, зашла я, девочки, сюда целенаправленно. Во-первых, мне нужен заменитель сахара. Где-то тут он раньше продавался. Вот такой, который я пью в таблеточках. Так, не вижу. Может, другое место переставили. И хлеб нужен. Но заменителя сахара не было на доставке. Это единственное, чего не было. Остальное все, мне последняя доставка принесли. Так, надо искать. Так, я смотрю, ценник есть. 52 рубля. Подсластитель. Но его нету. Каша. Нет, это не подсластитель. Где же он? Ладно. Но его нету. Подсластителя. Сахарозаменителя. Хорошо, что есть хлеб. Мой любимый. А трубной. Берем хлебушек. Кстати, он уже сколько? 33,99 стоит. Все, девочки. Пришла домой. Прошлась по магазинам. Донские традиции зашла. Взяла вот люля-кебаб. Свиноговяжий. Две штуки. Две штуки. Они у меня вытянули. На 235 рублей. Так. Свинина, мякоть взяла. Окорок. Здесь сколько? По 319 за килограмм. Два килограмма здесь. И вот такую интересную штуку взяла. Чуть больше килограмма здесь. Так. Срок годности до 15 сентября. Это если не в морозилке. Можно в морозилке хранить. Вот такая штучка. Говорят, мягкая. Даже скажу, его можно жевать. Классно. Морозилочку положить. Так. А почем она стоит вообще? Интересно. Где тут цена? 262, по-моему. Да? Я вижу. Даже в очках не могу разглядеть. Очки уже надо менять. 200 с чем-то, короче. Не вижу. Ну, здесь так приличненько. Нормально. Хороший. Хорошая эта штука. При том, что здесь кило 90 грамм. Ну, а в пятерочку я зашла вообще подсластитель взять и хлеб. Ну, вот хлеб я взяла. Масло уже пусть будет запасное. Баклажанчики. У меня кабачки есть. Кое-что еще приготовлю. И вот эта желтая груша. Она когда вот мягкая. Она сочная, сочная. Классная. А еще зашла в фикс прайс. Кое-что взяла в фикс прайсе. Но это вы смотрите отдельное видео. Я буду снимать. Вышла из дома. Иду я в садик за Настей. Сегодня у нас все тренировочка. Так что она сегодня не будет вечером у меня находиться. В общем, мне надо забрать ее и отвезти на тренировку. Опять у нас сегодня жара. Опять духотища такая. За 30 градусов. 33, по-моему. Ух, я опять легко оделась. Сарапанчик и все. Смотрела, девочки, сейчас сериал. Смотрела Страйк. Это детективчик. Ну так, неплохой отдыхающий детективчик. Вчера смотрела фантастический сериал, который называется «Обломки». Но первый сезон я посмотрела. И как бы там должно быть продолжение по сюжету. Но второй сезона нет. Ну, надо будет посмотреть, когда он появится. Не буду специально искать. Я так потихонечку поглядываю в сериальчики. Что-то делаю. И в сериальчики поглядываю. А они, одна серия за другим крутится. Хорошо, классно, отдыхающе. Задерживаются мои влоги. Из-за того, что у меня событий как бы немного. События не особо-то меняются. Ну, сейчас просто такой период времени. Сходила я сегодня, девочки, в Фикс Прайс. Снимала вам там новиночки с полок. И кое-что себе прикупила, приобрела. В общем, это все в отдельном видео. И видео в Фикс Прайс выйдет раньше, чем этот влог. Так что, кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Что там интересного есть. И что новенького я прикупила. А сейчас нас все отведу. Пойду домой монтировать это видео. Мне Фикс Прайс просто быстрее снять и смонтировать. А влог, он длится долгое время. Длительное время. Поэтому влог будет продолжаться. Ну, сейчас я просто быстренько-быстренько, бегом-бегом, рву в садик. О, люк открытый. Ну, ветку туда засунули. Но, видите, ночью кто-нибудь будет идти, хлобысь туда и упадет. Так, ну все, бегу скорее в садик за Настей. Всем привет. И сегодня я... И сейчас я иду из садика. Но уже время пришло. Я иду на тренировку, который я до этого не ходила на тренировки. И знаете что? Что мы сегодня делали в садике. Я вам расскажу. Сегодня мы в садике. Я там учила маленьких таких деток, я в ясерках. Я там типа того нянька. Ну, вообще нянька. За папку, да? Ну, вообще, да, нянька. И я там детей. У нас там такая песочница. У нас две песочницы. Одна песочница с таким цветочком. Такая крыша-цветочек. А другая обычно просто песок и все. И, короче... Я учу-то в детей залазил. И там один мальчик, я вонючий образ, он такой раз, залезает. И такой, там девочка стоит, и он раз ее по лбу ударил, и у нее осталось пятно, вот здесь красное. Ну и вавка вот здесь вот. Такие страсти рассказываешь, что ли? Ну, это у нее маленькое такое пятнышко, она такая, ой, мне больно, мне больно. И потом она такая заложилась, такая, побежала, у нас там беседка такая, у нас там большая и маленькая, где просто можно сидеть. И она туда побежала, вот так сила, чуть не заплакала. Да я, короче, подбегаю к ней. Говорю, а что такое? А она говорит, я не поняла, она просто показала, у меня лоб болит. Я говорила, я сказала, а кто он, а кто тебе сделал, ну, лавку. Она говорит, вот этот мальчик, его зовут Артем, а вот ту девочку, которая получила синяк от него, ее зовут Алиса. А вот того мальчика зовут Артем. Понятно. Все рассказала? Ну, да, все. Ну, сейчас я иду на тренировку. На тренировку идешь? Ну что, всем пока-пока. Пока-пока. Все, девочки, Настя ее оставила на тренировке. Там душно, на улице жара такая. Я сегодня под сплитом была полдня. Вот, сейчас уже автобус подходит, сяду. С меня течет три ручья, ужас какой-то. Сейчас домой опять под сплит и буду монтировать я вам видео. Видео фикс прайс. Все, пришла я домой, девочки. Зашла я в фикс прайс, мне поменяли фонарик. Так, вот так вот он светит ярко. Девочки, дождалась я вечера для того, чтобы посмотреть, как освещает этот фонарик. Прекрасно освещает всю кухню вообще один вот этот фонарик. Вообще классно. И даже ночник. Ночник, трудно сказать, что это ночник. Это просто вообще полностью кухня все освещает. Ну, классно. С ним можно даже куда-то выйти, пойти. Вообще здорово. Ярко светит очень. Вот он у меня стоит на микроволновке и освещает буквально все. Ну что, вот и кухню, и комнату все освещает. Смотрите, один только фонарик. Представляете, как светит? Ого! Все, здорово. Все, закончила монтировать видео. Включаю я сейчас вот этот вот фильм. Страйк. Смотрю уже второй сезон. И буду укладываться спать. Увидимся завтра. Доброе утро, девочки мои. Смотрите, еще вот так вот можно сделать занавесочку. Прицепить ее, чтобы она за окно не улетала. Окно открытое, сквознячком. Хорошо, что ветер с утра чуть-чуть дует. Но сквознячком может ее выносить за окно. Сегодня солнечная погода. Сегодня будет жара опять. Еще жарче, чем вчера. 34 градуса днем. Ну, в общем, надо будет сплит попозже включить уже. Всем доброе утро, девочки мои. Проснулась я сегодня поздно, потому что я вчера поздно уснула. Сначала легла, вроде спать хотела. Потом что-то не могла уснуть. И, в общем, встала. Думаю, надо доделать фикс прайс. Я его вчера сняла для вас. И начала уже вечером смонтировала. И оно выводилось до часа. Потом уже в час встала. Думаю, ладно, что. Проверю, оформлю его. Чтоб он уже 8 часов вам вышел. А не в 10, допустим, утра. В общем, вчера видео доделывала. И что-то я еще там. А, заказик Фаберлик сделала. Как раз, в общем, поделала какие-то дела. Потом покушала мюсли и уснула. Я, кстати говоря, заметила, что вот я ночью, когда не сплю. Я, кстати, заметила, ночью, когда я не сплю, мне уже так под утро хочется кушать. Вот если я уже ложусь, думаю, посплю, уже теперь не могу уснуть от того, что вроде как голодная. Но стоит мне что-то поесть, я тогда раз и засыпаю. У вас тоже так? Пишите в комментариях. У кого тоже так? Ну, а может кто-то вообще на чай не спит. Ладно, короче говоря. В общем, что сегодня с утра? Опять у нас жара. Сегодня опять жара с утра. Ну, пока еще немножечко вроде как сквознячок. Еще пока дверь открыта. Уже так надоел сплит, честно говоря. Я сегодня... У нас там соседи что-то там шумят. Не обращайте внимания. Много очень у меня по счетчику засвет ушло. В общем, обычно меньше. Но в этом месяце у меня сплит намотал. Ну, что делать? Это вот бывает такой один самый такой месяц, когда прям сплит все время работает. Но август тоже, я думаю, намотает сейчас. Сейчас тоже чуть-чуть-чуть и включу, и будет он целый день у меня работать этот сплит. Вот. В общем, что я хочу сейчас делать? Я вот посмотрю на свою мультикухню. Она уже запылилась. Я так вроде уборку везде делала. А вот мультикухню решила уже отдельно так помыть ее как следует со всех сторон. И полочка у меня там над мойкой. Тоже там надо пыль тоже повытирать, все поубирать. Вот. И мясо я вчера уже разделала вечером. Нарезала вот эти вот отбивные, как я люблю. И, в общем, надоело. Вы знаете, вот когда я ем фарш, перец фаршированный, я сварила. Когда фарш, он как-то быстро проваливается, быстро переваривается. Вроде как мясо не ела. А когда мясо можно пожевать, уже тогда вот, да, мясо поела. В общем, короче говоря, думаю, сделать надо несколько штучек себе отбивных. И пожевать мясо там, ну, салатика, овощами. В общем, на гарнире я сейчас салаты стараюсь ем. Вот. Углеводы не ем, девочки. Утром только овсянку съедаю или мюсли. И вот, ну, хлеб, да, хлеб я еще ем пока. Но больше никаких булочек, сладостей, ничего не ем. Ну, и тем не менее, хочу вам сказать, немного я сбросила. Ну, где-то там недели за, получается, за три недели у меня где-то кило двести ушло. Ну, и тем не менее, все-таки даже хоть по чуть-чуть, ну, пусть будет в минус, чем в плюс, да. Все равно хоть какой-то эффект есть от того, что я углеводы вот эти перестала всякие есть. Выпечку и сладости. Вот. Так что, короче говоря, сейчас я еще немножечко пошуршу по пыли, по это, по уборочке. Потом я займусь отбивными. И уже скоро обедать. Я сегодня проснулась поздно. Пол пятого уснула где-то. Я, в общем, до девяти проспала. Но сейчас пока я там в онлайне посидела, дела поделала. Уже одиннадцать часов, в общем, уже пора скоро кушать, обедать уже пора. Так что, ну, давайте вместе, что ли, пошуршим, поболтаем еще о том, о сём. Пока я буду что-то делать. Я, кстати говоря, когда что-то делаю, девочки, либо я что-то готовлю, даже если вы видели, что я это уже готовила, я не столько готовку снимаю, сколько я просто болталку снимаю. Я с вами разговариваю в этом, в процессе, да. Но чтобы все время не смотреть на меня, я вот не люблю вот это вот долго сидеть, тут разглагольствовать. Я люблю, когда руки работают, что-то делают, и в это время вот поболтать с вами, как будто вы здесь присутствуете. И, кстати говоря, многие из вас пишут, что тоже как будто бы со мной тут побывали, в общем, вместе что-то поделали, вместе поболтали, пообщались. Обычная такая домовая, в общем-то, болталка. Домашняя, сказала тоже. Девочки, обычное мыло для кухни беру, моющие средства, хоть для посуды. Я так думаю, что вообще абразивными средствами мыть нельзя. Ну, в общем-то, у меня тут сверху-то пылюка, вот тут чуть-чуть немножко от печки брызги были, и надо вот это вот все мне помыть. Сейчас я просто вот это протру, я так думаю. Чуть-чуть постоит оно с этим, и потом я, ну, патру, может быть, губкой там, где капельки вот эти застыли. В общем-то, и все, ничего такого сложного. Что тут у меня еще? Тут у меня такой вот лоточек еще есть, он пустой, выпарилась. Ну, его тоже надо помыть. Сюда сливается масло. Вот что удобно, кстати говоря, в этой мультикухне, то, что здесь не течет все вниз. Вот мне, в той, в которой мультикухня у меня белая, она вот у меня спрятана в шкафу, там все вот это вот, если вытекает, когда течет вот отсюда, сейчас откроем крышку, когда вот это все стекает, все, вот здесь вот оно стекает, и оно стекает вот в этот лоточек. Его сейчас замочу, хорошенько тоже помою. И здесь вот удобно. И тоже вот это вот здесь тоже мыть вот все удобно очень. Тоже сейчас вот это все смочу, и пускай, пускай постоит чуть-чуть. Вот это вот пыль, еще жирные брызги. Так-то оно протираю я, но следует помыть иногда надо. Так, все прекрасненько. Пускай пока постоит. Здесь вот эти ручки тоже задние, по-моему. В общем, такая рутинная работа. Заодно, думаю, с вами хоть чуть-чуть поболтать. Надо с кем-то поболтать. Дверь открыла, девочки. Не хватает чуть-чуть сквозняка, хотя сейчас вот немножко чуть-чуть дует, но такой уже теплый воздух дует. Сейчас еще чуть-чуть, и уже надо будет закрываться, и сплит включать. Все, опять в заперти. Почему не люблю сплит? Потому что зимой в заперти сидим. Все двери, окна закрыты. Или там, оно-то, конечно, здесь посвежее, чем на улице, не так жарко, но вот это вот ощущение закрытости какой-то меня прям весит, честно говоря. Так, ну ладно, все, намазала вроде. Сейчас чуть-чуть потру, и все. И потом полочкой займусь. А потом будем готовить. Вот такая вот обыденная жизнь, мои дорогие, протекает. И вот кто мне пишет, когда, что вы как будто со мной тут побывали, как будто мы тут вместе поболтали, поготовили, да. У меня тоже вот такое вот желание поболтать с кем-то в тот момент, пока руки что-то делают, и хочется немножко с кем-то о чем-нибудь поболтать. Смотрю сериал, девочки. Вчера уже тоже смотрела, пока было время у меня. Ну, я вам уже вчера его сказала, какой сериал детективный, там второй сезон уже смотрю. Да, я вам вчера показала. Забываю иногда, что показала, что сказала. Так, ну все, уже становится получше. Все, девочки, закончила я уборку. Меня постоянно звонки отвлекали. В общем, ну все, уже вымыла, что хотела. Короче говоря, решила отбивные я сделать. И тендерайзер мне в помощь. Сейчас отколочу. Приготовила яйцо одно. И сухари панировочные, соль, перец. Все, сковороду включила прогреваться. Поехали. Все отколотила. В общем, самое главное, в отбивных я уже говорила не раз, чтобы толщина отбивных была где-то 1-1,5 сантиметра, не больше. Потому что, чтобы они оставались сочными. Так, солим. Чтобы они оставались сочными, надо, чтобы была определенная толщина. Так, и перчика. И жарить нужно их 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой стороны. Чтобы сок внутри сохранился, и чтобы он никуда не испарился. Если испарится, будет тогда жесткое мясо. А мы хотим, чтобы оно было сочное. В любом случае, стейки тоже так же жарятся, да? 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой. Но это вот тоже как стейки. Так, все вроде бы, да? С одной стороны сделали. Переворачиваем. Ой, за мясом соскучилась. Вот, честно говоря, хотя вот с фаршей я уже столько блюд поела с фаршем, ну, как почему-то фарш, это не то. Иногда хочется прям пожевать. Наверное, организм привык, что если он жует, работают челюсти, наверное, тогда и организм понимает, что он поел мясо. А так не понимает. Фарш не понимает, что мясо поел. Ну, я мясоед. Есть люди, которые без мяса там посты держат. Я мясоед. Без мяса я что-то, как будто что-то не доела, а как полуголодная. Так, все. Пока у меня сковорода прогревается, хотя можно сразу на сковороду все это уже класть, я так думаю. Обваляли в яйце, в панировке. Ну, это сохраняет сок тоже внутри. Вот когда вот это все обваляли, вот так вот получается сок внутри сохранили. Так, сковорода вроде бы прогрелась. Все, тогда можно тут уже все это отправлять на сковороду. Опа, о, хорошо как. Все, обжарилась с двух сторон. Я крышкой накрыла чуть-чуть. Минуточку, пускай еще пропарится. И все. Ну, крышкой можно не закрывать, если хотите такую корочку хрустящую. Но мне корочка хрустящая, не обязательно. Я лучше пропарю чуть-чуть. Все, я пропарила минуточку и отставила сковороду в сторону. Вот одну я разрезала. Видите, сок виден, но крови нет. Вот это самый главный результат, который должен получиться. Сейчас чуть-чуть остынет, буду завтракать. Вернее, не завтракать, это уже обед. О, включилась плит, так хорошо. Утро пробежало, не успела глазом моргнуть. Но я, правда, поздно проснулась. Но, тем не менее, все дела уже поделала. Кушать приготовила. В общем, сейчас можно просто включить какой-то сериальчик, посмотреть. Ну, и скоро вот это видео уже надо будет мне монтировать. Время уже без 15 часов. Как раз время к обеду подошло. И вот я с удовольствием поем сейчас просто мясо и с помидорчиком. Помидорчик у меня вкусный, розовенький такой. Вот, так что... Вкусный, кстати, сочный получился. Отбивные. Вкусный, сочный, отбивные. Как скажу что-нибудь. Ужас. Надо сейчас что-нибудь найти, посмотреть. А, я вчера еще что-то не досмотрела. Буду досматривать. Ладно, девочки, не буду я тут жевать вам на экран слишком много. Хочу с вами попрощаться. В общем, видео на этом закрыть. И, может быть, уже вечером начну новое видео. Мне сегодня Настю надо будет с садика забирать. Вот, и, может быть, что-нибудь еще уже поснимаю на следующее видео. А это видео мне надо скорее смонтировать, чтобы у меня не было больших перерывов, чтобы вы скорее его увидели. Поэтому, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, как всегда. Кто не подписан, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok